Сейчас уже сложно представить, что не так давно на этом месте было старое здание детской больницы в темно-розовых тонах. Создается впечатление, что постройку с возрастом почти полвека и вовсе снесли и возвели новую. Но это не так. Перед строителями стояла непростая задача – обновить медучреждение, чтобы оно стало комфортным для маленьких пациентов и медперсонала, и чтобы улучшилось качество медицинских услуг. В поликлинике выполнена перепланировка. Теперь кабинеты врачей и коридоры более просторные. Кроме того, в поликлинике установлены лифты для перевозки оборудования и маломобильных пациентов. Виды работ, которые там выполняются – это укладка гомогенного покрытия пола. Этот материал имеет отличные характеристики и износостойкость. Монтаж дверей, устройство фальшстен под вентиляцией, окраска стен и отделочные работы выполнены уже на 90%. Само здание стало ярким. Его покрасили сразу в несколько цветов – желтый, фиолетовый и голубой. В рамках капремонта строители ремонтируют и консультативно-диагностическое отделение. Это соседнее здание рядом с поликлиникой. Сейчас рабочие укрепляют стены здания колоннами, монтируют кровлю. Также на объекте ведутся бетонные и каменные работы. Кроме того, в здании устанавливают лифтовые шахты. Тем временем подрядчик продолжает работы в пристройке к стационару детской больницы, где будет проводиться обследование на компьютерном томографе. Виды работ, которые сейчас выполняются на этом этапе – это благоустройство территории, устройство козырьков, крылец, отделка кровли, заливка отмостки здания. На следующей неделе будет осуществляться отделка фасада и рамогранитной плиткой. Внутри помещения остается только выполнить монтаж дверей и окраску стен. Выполнение на 85%. Капитальный ремонт больницы ведется в рамках госпрограммы развития детского здравоохранения и нацпроекта здравоохранения. На реконструкцию зданий и покупку оборудования выделено почти 700 миллионов рублей. 90% – федеральные деньги, 10% – республиканские. Изначально завершить ремонт планировалось к осени этого года. Однако на объекте требуются дополнительные работы, поэтому сроки сдачи сдвигаются еще на полгода. То есть больницу откроют не раньше июля 2024-го. Надежда Савельева, Александр Кожевников. Новости.